В Вышнем Волочке сотрудниками ФСБ и Следственного комитета пресечена деятельность этнической преступной группы. Основу криминального бизнеса составляла продажа нелегального алкоголя. Силовики возбудили уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса. Незаконный оборот спиртосодержащей жидкости, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. У 26-летнего подозреваемого жителя Вышнего Волочка изъято более 2600 литров спиртосодержащей жидкости и табачные изделия с признаками фальсификации. По уголовному делу проводится дополнительный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ России по Тверской области по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию. В отношении подозреваемого избрано мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Сентябрьское эхо громкого коррупционного уголовного дела пятилетней давности. Тверским областным судом частично удовлетворены исковые требования Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области к Дымстовой, Копос, Артеменко, Горобарнику, Митилёву. Судебный процесс по этому резонансному коррупционному делу, насчитывающему 86 томов, длился более 2,5 лет. Помимо бывшего заместителя губернатора Тверской области Владимира Горобарника, на скамье подсудимых оказались экс-председатель Комитета по управлению имуществом Елена Дымстова, экс-начальник департамента госзаказа Любовь Копос, а также заместитель гендиректора и глава департамента развития компании Тверь Инвест Андрей Артеменко и Виталий Митилёв. Им вменяется совершение мошенничества группы лиц в особо крупном размере. Преступление разоблачили сотрудники ФСБ. В судебных заседаниях установлено, что в результате преступной деятельности Горобарник, Артеменко и Митилёв действует с корыстных побуждений с целью личного обогащения по предварительному сгору при пособничестве Дымстова и Копос, «Имея умысел на приобретение чужого имущества путём обмана его собственника Тверской области, приобрели право на стопроцентный пакет акций Открытого акционерного общества, гостиничное хозяйство, администрации Тверской области, которым распорядились по своему усмотрению, чем причинили Тверской области ущерб на сумму 284 миллиона 400 тысяч рублей. Составляющую разницу между рыночной стоимостью 100% пакета акций Открытого акционерного общества, гостиничное хозяйство, администрации Тверской области и денежными средствами, выплаченными за приобретение указанного имущества на открытом аукционе». Эта криминальная история началась в 2007 году, когда Владимир Горобарник был назначен на должность советника губернатора в вопросах земельных отношений. Следствием установлено, что именно Горобарник создал подконтрольную ему фирму, которая должна была выиграть конкурс на покупку 100% акций ОАО «Гостиничное хозяйство администрации Тверской области». Объекты этого хозяйства – общеизвестная гостиница «Заря» на пересечении Трехсвятской и Желябова, а еще несколько гектаров элитной земли в районе деревни Рябеева. Чтобы прикарманить этот лакомый кусок, Горобарник занизил его оценку и засекретил сам аукцион, опубликовав информацию о конкурсе в левом тираже газеты «Тверская жизнь», который дальше типографии не ушел, был скуплен и вывезен в неизвестном направлении. В итоге гостиничное хозяйство администрации Тверской области обошлось фирме Горобарника в смешные деньги – 52 миллиона 500 тысяч рублей. Бонус от сделки в сумме 284 миллиона 400 тысяч рублей остался за Горобарником, его сообщниками Артеменко и Митилевым и пособниками Копос и Дымстовой. Кстати, свою вину теперь уже осужденные не признали. Мало того, бывший адвокат Горобарника Александр Егоров сам сел на скамью подсудимых за попытку подкупа правоохранителей 4 миллионами рублей. Правда, по другому делу. Адвокат был осужден по статье «Мошенничество» и отбыл в места не столь отдаленные на 4 года. Горобарник, Артеменко, Митилев, Дымстова и Копос выслушали вердикт суда 6 июля. Приговором Центрального районного суда города Твери Горобарник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного в части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. И ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы. Артеменко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного в части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. И ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы. Митилев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного в части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. И ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы. Копос и Дымстова признаны виновным по части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. И им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы. Внимание! Назначенное наказание суд посчитал условным. Как нам стало известно, в качестве смягчающих обстоятельств учтены наличие у осужденных детей, болезней, отсутствие судимостей. Своеобразный джентльменский набор коррупционеров-мошенников. А что же государственный обвинитель? Тоже просил условно. Нет. В позиции гособвинения отмечена повышенная степень общественной опасности преступных деяний подсудимых. Дискредитирующих государственную власть и подрывающих ее авторитет. Всем пятерым государственный обвинитель просил назначить наказание в виде реального лишения свободы. Гробарнику 7, Артеменко и Метелеву 6, чиновницам по 4 года в колонии общего режима. Судом, виновным лицам назначено наказание в виде условного лишения свободы. Приговор Центрального района суда в отношении указанных лиц будет изучен после его поступления в прокуратуру. Вопрос о наличии либо отсутствии оснований для апелляционного обжалования судебного решения будет решен после изучения приговора суда. Гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, передан на рассмотрение гражданского судопроизводства. То есть никуда они от этих денег не уйдут, что спрашивает народ, да? Позднее Министерство имущества Тверской области обратилось в суд с требованием взыскать деньги со злоумышленников. Указанная в иске сумма 284 миллиона 400 тысяч рублей была основана на разнице между стоимостью предприятия 336 миллионов 903 тысячи рублей и выплаченными в счет приобретения гостиничного хозяйства администрации Тверской области ООО «Диверсориум Групп» деньгами в размере 52 миллиона 500 тысяч рублей. Однако большая часть имущества гостиничного хозяйства администрации Тверской области была возвращена в собственность правительства Тверской области. Правда, впоследствии акционерное общество было признано банкротом. Руководствуясь итогами ряда экспертиз, Тверской областной суд пришел к выводу, что размер ущерба, нанесенного региональному бюджету, составил немногим больше 77 миллионов рублей. За вычетом суммы в 52,5 миллиона рублей, которую «Диверсориум Групп» перевел за приобретение акций гостиничного хозяйства администрации Тверской области, осталось еще 24 миллиона 520 тысяч рублей, которые решено взыскать с фигурантов.